МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Внимание, паразиты! Чем опасен укус клеща? О светлом празднике весны поют пернатые певцы. В Музее народной игрушки открылась новая выставка. Читаем про себя. В Молодежном библиотечно-информационном центре прошел букс-слэм. Далее расскажем во всем подробно. В городе нет системного подхода к развитию сети освещения. Уверен, депутаты, проекты реализуются точечно. Во многом через депутатские запросы. Это не позволяет видеть и решать проблему комплексно. Поэтому народные избранники обратились в администрацию с тем, чтобы там подготовили план-график. Мы ждем, что администрация выстроит свою приоритетную табличку. Как они понимают, что вот освещение сначала надо сделать здесь, потом здесь, потом там, потом сям. А дальше решаем. Какие-то вещи, может быть, инициативное бюджетирование, потому что за них горожане будут с удовольствием голосовать какие-то, пускать по депутатским вот этим деньгам на округ какие-то, делать из бюджета, потому что это серьезные заправки. Такая таблица, по словам депутатов, необходима, чтобы народные избранники могли принимать решения, опираясь на проблемы не только своего округа, но и города в целом. Директор ДГХ Сергей Лобанов обещал подготовить план в ближайшее время. Еще одним поводом для дискуссии стала программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Она обозначает объем требуемых капитальных вложений всех уровней бюджета в порядка 10 миллиардов рублей и включает в том числе северные территории и микрорайоны 1А и 1Б. Сроки развития у нас определены довольно-таки далекие. Ну, это что-то 28-33 года. Это стоит, в общем-то, какой-то общей фразой, какой-то общей цифрой, потому что конкретики там нет. И конкретика будет тогда, когда мы уже детально начнем разрабатывать проекты планировок, межелания. С тем, что реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры растянута во времени, а потому еще не единожды будет подвергаться корректировке, депутаты согласились. Но вместе с тем попросили более внимательно подойти к планированию. Даже приблизительные цифры должны быть понятными и логичными. Водоснабжение – 28-33 год, а водоотведение – 35-40 год. То есть мы воду пустим, а куда она потечет? Какие-то отсутки копить. Может быть, ошибка, надо это смотреть. Бьемся, бьемся. Мы все время говорим, давайте какую-то программу, чтобы мы видели. К нам приносят ее моя коммунальная инфраструктура, там цифры с потолка. Да, ну понятно, что они далекие, но, ребят, они хотя бы между собой биться должны. Мы как планируем, так и живем в конечном итоге. Когда у нас это ни тут, ни там, ни тоже. Надо планировать сначала грамотно, а потом после этого мы будем, понятно, что будем корректировать. В зависимости от количества средств, от количества. Но у нас и планов-то нет. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры депутаты надеются увидеть на заседании Думы с уже скорректированными цифрами. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Апрель стал для многих месяцем сюрпризов. Одним пришли платежки за коммунальные услуги меньше обычного. У других, наоборот, увеличились на несколько тысяч рублей. Ирине в этой ЖКХ-лотерее не повезло. Ее платеж за коммуслуги вырос в два раза. В управляющей компании девушки пояснили, что такой плюс в платежке обусловлен тем, что другие жильцы дома используют магниты на счетчиках, либо в квартирах без счетчиков ресурсами пользуется больше человек, чем прописано. Так экономия соседей больно ударит по ее кошельку. Мне непонятно, почему я оплачиваю каждый месяц свое личное потребление своей семьи, сейчас должна заплатить за соседа. Вот у меня маленький ребенок, ей пять с половиной лет. Мне хочется спросить, мне что ей не купить на эту сумму? Шоколадки, продукты, одежду или еще что-то. То есть я должна сейчас у своей семьи забрать пять с половиной тысяч еще, чтобы заплатить вот за таких нерадивых товарищей. Повышение стоимости коммуслуг связано с перерасчетом за общедомовые нужды, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и отопление. Раньше это бремя ложилось на плечи управляющих компаний. В сентябре прошлого года ввели принцип обязательной оплаты жителями многоквартирных домов всего объема коммунального ресурса, использованного на общедомовые нужды. Долги неплательщиков к этой процедуре не относятся и на перерасчете не сказываются. В силу изменений в акты правительства, которые регулируют порядок начисления платы и сдержания общего имущества, внесены изменения, согласно которым в первом квартале 2023 года всем собственникам помещений на квартирных домах произведена корректировка. То есть это разница между показаниями общественного прибора учета, если они есть, и начислением платы в течение всего 2022 года. Разница и есть перерасчет размер платы. Механизм перерасчета многим саровчанам не ясен, а потому и разобраться, обоснованно ли подняли плату в конкретном доме им сложно. Лариса Сергеевна уже несколько лет пытается добиться, чтобы в ее доме появилась горячая вода. Температура воды из-под крана максимально достигает 48 градусов по утрам. Днем она и вовсе еле теплая. Но платить за теплую воду приходится по расценкам горячей. В основном горячая вода, больше 4 тысяч. У нас в доме живут одни пенсионеры, практически. 4 тысячи, практически. Да, инвалиды. Семи практически нет. Я в течение года, даже не года, а в течение нескольких лет звоню в ЖКХ и говорю, что у нас нет горячей воды. Льется теплая. И никто не хочет принимать по этому меры. Я думаю, что надо администрации и вообще ЖКХ с нами работать. Те горожане, кто отчаялся решить проблему в городе, обращаются за помощью в регион. В горжелинспекцию уже поступают обращения от сыровчан. По каждому организация проводит проверку. По обращениям жителей, которые поступили в настоящее время в адрес горжелинспекции, о завышенных начислений платы у горжелинспекции проводится проверка. По итогу проверок, если будут выявлены нарушения, горжелинспекция будет принимать меры реагирования. В центре ЖКХ нашей съемочной группе ситуацию никак не прокомментировали. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С тем, что весна – прекрасное время года, согласятся не все. Для некоторых людей радость первых теплых солнечных дней омрачает аллергия. Ее основная причина – пыльца растений, практически невидимая невооруженному глазу. Она распространяется на дальние расстояния вместе с потоками воздуха, оседая на любых поверхностях. В начале 2000-х ВОЗ сделала прогноз, что к 2015 году каждый второй житель Земли будет иметь какую-либо аллергию. И эти предположения сбылись. По статистике, сегодня не менее 40% населения земного шара страдают от весенних обострений аллергических заболеваний. Пик заболеваемости приходится на апрель-май. Страдают не только взрослые. От аллергии мучаются и маленькие дети. У нас примерно 17 тысяч детского населения. Группа, с которой я работаю, и стоящих на учете, и не стоящих на учете, но наблюдающихся, допустим, раз в квартал, это примерно полторы-две тысячи человек. Это достаточно много. У нас есть хроники уже изначально, и есть дети, которые только формируют хроническую патологию, из которой мы их благополучно вытягиваем. То есть несколько лет усилий, и будет все хорошо. Таких детей, конечно, много. Марина Юрьевна лечит и кожные проявления аллергии, и бронхолегочные. К ним приходят с аллергическим ринитом и конъюнктивитом. Однако врач предупреждает, перед визитом к ней надо обязательно посетить педиатра и сначала исключить другие патологии. Например, неопытным родителям бывает трудно отличить аллергическую сыпь от ветрянки или даже чесотки. А такие случаи бывали. Самое горячее время для аллерголога – апрель-май, когда цветет береза – главный мучитель аллергиков. Но и в другие сезоны работы достаточно. Летом приходится аллергия на луговые травы, споры грибов и цветы. Зимой скоропивница из-за холода, аллергии на пищевые продукты и шерсть животных. Осенью у аллергиков тоже наступает обострение. У нас непрерывно рецидивирующие процессы. И у нас каждую весну и осень обострение, например, детей, у которых интерспециальные синдромы. То есть, банально говоря, пищевые аллергены являются ведущими в клинике их заболеваний. Это значит, что у нас март и октябрь. Обострение топических дерматитов, крапивницы сезонные, эксизонные. Обострение бронхиальных астм, обострение аллергических ренитов круглогодичных, потому что идет сезонная перестройка с летнего хорошего периода на зимний. Также астма, например, провоцирует вирусные заболевания. Первый же вирус может вызвать длительные аллергические рениты, трохииты, ларингиты и так далее. Острую аллергическую патологию можно вылечить. Хронические болезни нужно держать под контролем. Острый аллергический ренит, острая крапивница, атопический дерматит, как правило, вылечиваются. Если мы говорим о хронической бронхиологической патологии, ну вот хронический аллергический ренит, он может уйти в длительную ремиссию лет 10-15. Но аллергическое воспаление имеет тенденцию сохраняться десятилетиями. 30 лет может быть ремиссия, но мы находим маркеры аллергического воспаления. Поэтому сейчас весь мир идет по пути контроля аллергического заболевания. Аллергики могут жить полноценной жизнью. Главное не запускать болезни и обратиться к специалисту на начальном этапе. При должном лечении и контроле за аллергенами можно даже избежать приступов астмы. Маленькие астматики Марины Юрьевны успешно занимаются разными видами спорта, ведут активный образ жизни и хроническая болезнь им не мешает. В 2021 году зарегистрировали всего один случай заболевания кори во всей России. В 2022 число зараженных приблизилось к 100. В Сарове последний случай этого вируса был 24 года назад. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. В Нижнем Новгороде первый случай заболевания кори зарегистрировали у женщины, которая прилетела из Еревана. Активное распространение вируса вызвано тем, что на территорию Российской Федерации начали приезжать мигранты. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция при разговоре, при чихаре. При кашле поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути. Есть не исключено, что через конъюнктивы глаза. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания пятна появляются сначала на слизистой полости рта. На третьей-четвертой сутки сыпь распространяется по телу человека. Сначала поражаются кожа лица и шеи, потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. Специфическое лечение кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно национальному календарю профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. И они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно в случае заболеваний, кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. По словам специалиста, в Сарове высокая иммунная защита против кори – до 95%. Но некоторые группы детей не привиты против инфекции, поэтому находятся в группе риска. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Клещи активизируются, когда устанавливаются плюсовые температуры днем и ночью. Паразиты могут быть носителями инфекционных заболеваний – вирусного клещевого энцефалита, клещевого бролиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Определить, какой клещ высокусил – здоровый или больной – возможно только в лаборатории. Если больной клещ, то в течение 72 часов проводится экстренная антибиотика-профилактика, для того, чтобы не развелось заболевание. У нас в городе две лаборатории проводят исследования. Это лаборатория на клинической больнице номер 50 и лаборатория Центра генопидемиологии номер 50. Исследования эти платные, но желательно, конечно, провести исследование, чтобы понять. По словам специалиста, в Сарове клещевой энцефалит не встречается. В основном регистрируют клещевой бролиоз. Но на территории Нижегородской области 15 административных районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. Этот вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему и дает различные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы собираетесь выезжать за пределы города или области, то врачи советуют перед отъездом сделать полный курс вакцинации от энцефалита. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Клещевой бролиоз тоже может быть опасен, если человек не получит вовремя антибиотиковую профилактику. В этом случае может развиться хроническое течение болезни, когда поражается нервная система. Клещ обитает на кустах, деревьях и высокой траве. Поэтому, собираясь на прогулки в лесной местности, обязательно надевайте одежду, которая закрывает все участки тела. Клещи очень хорошо будут видны на светлом фоне. То есть одежду надо одевать в светлых тонов. Имейте в виду то, что открытые участки тела больше подвержены нападению клещей. Значит, надо иметь воротничок, который плотно прилегает к шее, на запястьях манжеты, на обувь должна быть плотно прилегать к щеколоткам. Если вы заметили на себе клеща, то вытаскивать его необходимо в чистых медицинских перчатках. Но лучше обратиться за специализированной помощью в медицинские учреждения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Памятная дата Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлена в честь интернационального восстания узников Бухенвальда, одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. 11 апреля 1945 года те заключенные, у которых были силы на вооруженную борьбу, объединились в многочисленные подпольные группы, чтобы дать отпор фашистскому режиму. Сейчас в Сарове живут 17 бывших узников лагерей смерти. Одна из них – Антонина Васильевна Иванова. Она попала в руки немцев, когда ей было 6 лет. Самое яркое воспоминание тех страшных дней для ветерана, когда ее мама сумела прийти из другого концлагеря и найти своих детей – Антонину и двух братьев. К воротам концлагеря подходит мама, а у нас как раз мы напротив строим. Она просится пустить, чтобы ее пустили. Немцы стали совещаться. Дали солдату сигнал, тот открыл и ее толкнул. Она упала на колени. А бабушка нас с братом толкнула. Бегите к маме. В эту памятную дату у Вечного огня прошел митинг. У памятника собрались представители городской администрации, члены молодежных военно-патриотических движений, студенты СРФТИ и ветеранские организации. В числе присутствующих были и живые свидетели бесчеловечного фашистского режима. 11 апреля 1945 года стал символом мужества тех, кто волею судьбы оказался в застенках фашистских концентрационных лагерях смерти. И сегодня наша задача помнить о тех страшных событиях, помнить о тех преступлениях против человечества и передать эти сведения подрастающему поколению. Вы живые свидетели тех тяжелых дней. Вы должны, кажется, сейчас вот просто своим, своей жизнью, своими действиями показать нашему молодому поколению, что фашизм не должен пройти, и это никогда не должно повториться. Пришедшие почтили память жертв концлагерей минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сухая трава загорелась в Дивееве в пятницу 7 апреля. Площадь пожара составила 17 гектаров. Огонь тушили до поздней ночи. Апокалиптичные кадры мгновенно разлетелись в соцсетях. На борьбу со стихией вышло больше 20 огнеборцев. Также задействовали пять единиц техники, сообщили в региональном МЧС. Трава загорелась рядом с жилыми домами. Их от огня отделяло только шоссе. К утру пожар удалось локализовать. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пал сухой травы весной не редкость. За последнюю неделю в регионе произошло 34 пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров. Так, число пожаров, вызванных поджогом сухой травы, увеличилось в 34 раза. За сутки 6 апреля в регионе произошло 15 пожаров сухой травы на площади 57 гектаров. А в Лукояновском муниципальном округе площадь пожара превысила 50 гектаров, сообщают в региональном МЧС. В этом году пострадавших нет. В прошлом огненная стихия добралась и до семи домов. Пострадал один человек. Настоятельно рекомендую не рисковать своей и чужой жизнью и имуществом даже в том случае, если предприняты все меры предосторожности. В настоящее время жители активно наводят порядки на своих земельных участках, производят сжигание сухой травы. Настоятельно рекомендую убирать сухую траву и мусор пожаробезопасным способом и обязательно провести разъяснительную беседу со своими детьми о недопустимости детской шалости с огнем. Жечь траву, мусор и порубочные остатки на своих участках в необорудованных для этого местах запрещено. Место для сжигания должно находиться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и иных построек. При использовании металлической емкости бочки расстояние можно сократить до 7,5 метров. Разрешено готовить на мангале или жаровне на расстоянии 5 метров от зданий и сооружений. Зона вокруг мангала должна быть очищена в радиусе до 2 метров. Нарушителей накажут рублем. Так, за несоблюдение правил пожарной безопасности граждане отдадут в казну от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица от 20 до 30 тысяч, а юридические лица от 300 до 400 тысяч рублей. С введением особого противопожарного режима. Любые огневые работы под запретом, а штрафы увеличиваются практически вдвое, напоминают в пожарном надзоре. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Выставили свет, настроили камеру, ведущие уже готовы. Работа на съемочной площадке детской школы искусств номер 2 кипит. Здесь проходят съемки просветительского диджитал-проекта «Культурный алфавит». В своих видео ребята в простой и доступной форме рассказывают о значении терминов русской народной культуры, которые давно вышли из употребления. Участники съемок примеряют на себя разные роли оператора, ведущего или монтажера. Ведущей в принципе быть не тяжело, но есть свои маленькие проблемы. Ну, например, когда ты снимаешь, у тебя может попасть смешинка, и ты начинаешь смеяться, смеяться, смеяться и смеяться. В итоге у тебя получается, что ты только эти дубли закончишь где-нибудь через 40 минут. Были свои сложности. Если, допустим, снимать опросы на улице, было очень трудно поймать человека, который хотел бы ответить на наш вопрос. Семки всегда проходят по-разному. Когда получается первый раз что-то записать, а когда, как уже говорили, ловят смешинку и все. Очень сложно порой, ну, очень сложная тема, кто сидит еще и в наушниках, слушать все шуршания. Террорушки, святец, моталочка, коклюшки – каждый выпуск раскрывает значение удивительных терминов из мира народного творчества. Цикл телепередачи реализуют в Школе искусств при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Креативная идея и достойное воплощение – такой отзыв о выпусках составили члены жюри 13-го международного конкурса детских и международных СМИ «Юнга плюс», организатор факультет журналистики Челябинского государственного университета. Чем он интересен? Тем, что члены жюри обязательно дают не только оценку, но еще и как бы словами прописывают свое отношение к проекту, который они отсмотрели. Наш диджитал-проект «Культурный алфавит» победил в номинации «Лучшая ТВ-программа». И они написали, что очень креативная идея и очень хорошее воплощение этой идеи, что для нас очень важно. Победители и призеры конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в ВОЗ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Авторские промысловые работы – игрушки из разных материалов, глины, ткани, дерева, бумаги, сделанные в разных техниках, лепные, смешанные, валеные, сшитые. Все это экспонаты новой выставки, которая открылась в Музее народной игрушки. Ее авторами стали саровские мастерицы. Работы Натальи Махалиной создают весеннее яркое настроение. На ее стенде цветочные композиции из полимерной глины. Каждый лепесточек, каждый цветочек, каждая травинка – это все из глины, из полимерной глины. Глина волшебная, она затвердевает на воздухе. Лепесточек слепили, он затвердевает на воздухе, ничего обжигать не надо. И составляем букетики. Еще один стенд занимает работой семейного коллектива. Анна Цепова и ее дочери Любовь и Зоя представляют экспонаты практически для каждой подобной выставки в Музее народной игрушки. В этот раз в центре текстильная композиция. Маме Али больше всего нравится делать кукол и работать с тканью. Смотришь – это волшебство. Вот небольшой кусочек, вроде бы ничем не примечательный, а получается необычная игрушка. Такая добрая, мягкая. Ну а девочки мне помогают. Они вот расписали деревянные яички на уроках. Часть авторов, которые прислали экспонаты на выставку, входит в объединение «Город мастеров». Это собрание людей с творческой жилкой, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Очень хорошее объединение. Такие творческие люди, замечательные у них работы. Сейчас очень часто мы участвуем в ярмарках на праздники на городские, в парке. Вы можете увидеть, всегда есть такой островок рукоделия, где мастера предлагают свои работы, посмотреть. Первыми зрителями выставки стали ребята из художественной галереи и станции юных техников. Для них после открытия прошел мастер-класс по изготовлению птицы. Выставка о светлом празднике весны поют пернатые певцы в Музее народной игрушки продлится до 20 мая. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Для выразительного чтения команда «Бест из Раша» и школа номер 14 выбрала один из самых эмоциональных отрывков повести «Жволевского и Пастернак. Охота на Василиска. Похороны школьницы», которая погибла после употребления спайса. В молодежном букс-слэме «Читаем про себя» участвовали три команды из школы 14 и 2-й гимназии. Артистичное чтение произведения – один из этапов в конкурсе на лучшую рекламную кампанию подростковой книги. В центре одна книга, которую выбирали мы, библиотекари. Выбирали мы очень долго, скрупулезно. И хотели выбрать такие острые, злободневные романы-вызовы для молодежи у нас, я считаю, получилось. В центре внимания эта книга, и ребята, прочитав ее, должны прорекламировать ее перед жюри и публикой. В первом конкурсном задании «Место для вашей рекламы» команды представили свои идеи рекламного видеоролика книги «Охота на Василиска». После чтения отрывков командам предстоял следующий этап – вопрос ребром. Это так называемый интерактивный мост между командами, когда соперники задавали друг другу вопросы-узовы по произведению. Ответить нужно было не только правильно, но и интересно, и нестандартно. По отзывам восьмиклассников, в повести Живолевского и Пастернак, посвященной потреблению наркотических веществ, им не хватило более жесткого подхода. Это произведение, я считаю, актуальное для сегодняшнего дня, так как зачастили случаи, когда несовершеннолетние подростки начинают курить всякие наркотики и другие негативные вещества. Мне не понравился стиль написания Живолакова и Пастернака. И, ну, во-первых, было в более мягкой форме, а нужно немножечко по-другому говорить о таких вещах. Я бы, да, сделала чуть в более жесткой форме, потому что тоже, ну, как бы развлекательно это будет не очень. Да, также я соглашусь с Сашей, лучше поставить возрастное ограничение чуть меньше, чтобы также читатели могли уже с раннего возраста понимать, что и как будет дальше в жизни. И также, ну, как бы не употребляли, как бы, наркотики. Мероприятие в формате Букслэма «Молодежный библиотечный информационный центр» проводит второй год. Несколько раз «Читаем про себя» проходил в стенах школы. Знакомство с современной подростковой прозой открыли произведением зарубежной писательницы Катариной Киери «Никто не спит». Главная цель – привлечь внимание молодежи к современной, опять-таки, повторюсь, молодежной прозе, ну, или подростковой прозе. Главное, чтобы в центре ее внимания был, в центре ее сюжета был молодой герой, юный герой. То есть, ребята, образно говоря, читают про самих себя. Это всегда интересно, потому что молодой герой, он интересен, он притягателен, его поступки бывают непредсказуемые. По итогам конкурса члены жюри определили лучшую пиар-команду. Следующий букслэм «Читаем про себя» состоится осенью. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известным в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Какое значение имел полет Гагарина для нашей страны? Он вообще раскрыл новые границы для человечества, потому что стало понятно, что можно выйти на околоземную орбиту. В принципе, довольно знаковое событие. Меня даже соседка сына назвала в честь Гагарина. Он родился в этот же день. Вот так. А какое значение полет Гагарин имел для нашей страны? Ну что, очень большой. Большой прорыв был. Застижение наше мировое. Еще я сама из Узбекистана. Космонавта Джинни Бекова очень любила. Симпатичный мужик и сам мой земляк. Ну что я знаю? Что Советская, что Терешкова. Кстати, к Терешковой тоже обращалась по личным вопросам. Все решила через женский журнал, как-то он назывался. Советская женщина. Вот. А какое значение полет Гагарина имел для нашей страны? Очень значимое. В 1957-м полетел спутник раз. И первые мы были в космосе. А теперь наша Пересильд слетала и снялась в главной роли. То есть это значимо для страны. Я вообще патриот. Первый космонавт Гагарин полетел у нас. Потом Титов. Ну и дальше так. Все. Терешкова. А какое значение имел полет Гагарин для нашей страны? Ну это вообще-то покорение космоса. Первые мы в союзе в мире. Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет отправили его четвероногих друзей. В августе 1960 года советский космический корабль с собаками, белкой и стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года. Первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники. Вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников. Космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды. Несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы и несут на себе послание внеземным цивилизациям. Екатерина Пёнова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин